итак обычный цикл создание компании происходит так что обычно фаундеры все равно скидываются основатели берут все что есть обычном продают машины или там все что возможно сначала инвестируют сами чтобы поезд поехал или свой социальный капитал и и находят какой-то способ креативно что начать потом бывает еще до сид стадии так называемые стадии 3f friends family full статам друзья семья и дураки которые обычно могут профинансировать в такой стадии полной неопределенности просто потому что эти люди знают вас если вы прожили некую жизнь и когда вы и вы говорите я стану предпринимателем я буду строить это обычно у таких людей вокруг есть люди которые готовы какие-то там обозримые суммы 3 зарплаты 5 зарплат или какие-то там для них доступные средства вложить просто на основе того что они вас знают это очень близкие люди это конечно опять посылает очень положительный знак для будущих инвесторов потому что когда ты приходишь к будущему инвестору и никого нет с тобой что это тебе говорит как о человеке так если ты прожил целую жизнь целую школу целый университет и спортом догонялся за девушками ты много всего сделал если ты не аккумулировал такой социальный капитал чтобы хотя бы на набрать да это опять сигнализирует уверенность если ты готов брать деньги у близких значит и готов идти в бой и ты уверен своей миссии это очень много положительных эффектов поэтому я всегда рекомендую использовать stage f это как бы многие не любят делать особенно что касается друзей но это посылает правильные сигналы и если вы действительно хотите строить что-то большое что-то достойное вы дадите своим близким друзьям много заработать это будет для них очень прибыльная инвестиция потому что они пришли в самом начале и для этого практически ничего не нужно это просто нужно рассказать некую историю что человек собирается делать конечно если вы уже к этому моменту более готовы но можно уже какую-то презентацию показать и финансовую модель настоящая работа с внешним капиталом начинается от стадии сид если мы делим как бы всю жизнь компании обычно самый распространенный кейс есть очень много особенностей но это первое сид финансирование потом раунд а раунд б да все что там cd и fg это обычно уже такие не очень хорошие истории слишком много раундов да ну мы по сути хотим как можно меньше денег брать сид чтобы каждый шаг был логичный да сид мы хотим просто запуститься мы хотим доказать первые гипотезы потом раунд а уже промасштабировать доказать что эта схема масштабируемая что она и работает на более высоких цифрах и потом раунд б это уже такой man большое масштабирование разворот полностью компании все эти раунды очень похожи ну сид это первый профессиональный раунд он немножко проще чем а а б самый сложный ну процесс происходит очень похоже дастся что должно происходить в этом процессе и здесь к этому процессу нужно относиться серьезно это это очень в это это уровень профессионализма который требуется очень высокий если вы все строите за свои деньги и вы можете делать все как хотите как только вы хотите работать с внешними деньгами сразу вырастает стандарт который вы должны исполнять по отчетности по это это абсолютно другая игра совсем как бы теряется в чем-то скорость добавляется профессионализм но как я это делаю написано на вот и схеме сейчас мы это детально разберем от 12 до 15 недель до завершения и праздничный ужин в конце происходит обычно closing dinner когда деньги переведены акции выданы происходит ужин где празднуется это мероприятие это действительно большое мероприятие как туда прийти за 12-15 недель это сейчас обсудим сначала делается киков в основном это основатели если уже есть какие-то там близкие друзья наставники так далее может тоже участвуют и делается киков вот в ки кофе определяется все вот начало процесса вот конец процесса у нас вот все что есть это 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 кик-офф это опять киков как во всех проектах это очень мощная вещь больше всего энергии нужно на киков и на закрытие ну в этом процессе практически весь период на киков определяем вот как раз ясность что мы хотим как результат где наша самая минимальная где самая максимальная если будет много спроса вы можете поднять оценку например компании если недостаточно спроса вы где-то больше доли отдадите но или более хуй там привилегированные акции какие-нибудь есть некая вилка но вы должны четко понимать вот это для нас оптимальный сценарий есть немножко верхнем немножко вниз ну в принципе с этим мы довольны и здесь начинается профессиональная работа профессиональная работа вот в этой работе здесь ломается вот я бы сказал 99 процент всего что инвесторы получают ломается просто за счет это слишком низкий уровень слишком это просто это мусор но это сразу идет в мусорку потому что стандарт как увидеть стандарт есть три документа которые вы создаете первое вы создаете финансовая финансовая модель финансовая модель это ваша модель как что вы хотите строить как это работает в какой момент компания становится прибыльный как будет возврат какая ваша финансовая все сколько будет стоит вся стройка сколько денег нужно на каких этапах сколько раундов надо чтобы сид инвесторы тоже знали все должно быть ваша вся бизнес идея должна транслироваться финансовую модель второй документ который у вас должен быть это так называемый тизер это одна страничка очень краткое содержание что вы хотите делать ваше видение что как это будет может какие-то хайлайты из финансовой модели какая-то такая мини таблица да ну вот на одной странице все что вы собираетесь делать и как должно произойти и кто основатель и кто продать свою идею на одной странице на одна странице и третий документ это ваша презентация презентация это полная презентация вашего проекта для внешних партнеров и часто ее использую для раунда финансирования нужна определенная структура для партнеров другая соответственно начале компании обычно создаются целый ряд презентаций вот эти три документа создаются там в течение очень короткого срока они должны в принципе ужас ну если основатель уже опытный он уже до старта сам для себя он сразу как только начинает изучать он все уже берет он изучает рынок за записывает себе хайлайты что как она уже свою историю складывает и создает эти документы параллельно в том числе для самого себя но вот просто надо понимать что уровень этих трех документов который среднем приходит инвесторам это ниже любого плинтуса приходит excel of ski файлы с ошибкой несправильная структура нестандаризированы который тяжело читать ничего не понятно очень детский уровень просто вот люди ищут большие деньги при этом видно это вот эти документы это все что про тебя человека что это про тебя инвестор знает он знает что у тебя есть какие-то друзья которые готовы тебя поддерживать и вот эти там он видит тебя как ты себя ведешь ну и вот эти три документа это первое твое впечатление который ты оставляешь вот я просто говорю что надо надо поднимать стандарт в десять раз от того что в среднем приходит приходит презентации в powerpoint и где разные шрифты где просто все ошибки если посмотреть правила презентации топ-10 все нарушено это невозможно это сразу идет в мусорку ребят это просто идет в мусорку если вы нанимаете инвестиционный банк если вы найдете лучший инвестиционный банк мира первое что они будут делать они сделают очень профессиональный пакет документов это будет сверх это будет по их стандартам возьмете там goldman sachs все эти стандартные известны берите просто там бостон консалт мэккензи там goldman sachs все банки все эти доступны в интернете есть все это берите как берите просто темплейты ну не надо вот делать то вот это мне просто так жалко потому что 99 запятая даже с чем-то идет просто в мусорку зачем так себя унижать какое низкое надо сразу видно уровень проекта поэтому здесь если инвестиционные банки и должны работать как инвестиционный банк это ваш вклад и должно войти сотни часов тысячи часов работы тысячи часов работы создание этих документов на каждом слайде продумывать каждый слайд какие вопросы могут возникнуть сразу давать на них вопрос думать какую идею мы продаю какие аргументы и поддерживают какие могут быть противоаргументы как их можности это должна быть это будет этот это ваше мышление вы показываете свой интеллект вы показываете свою профессионализм этот вот ваша это ваше лицо это все что есть и так как это на первом этапе происходит так и дальше мы это можем еще отдельно обсудить есть много сейчас в мире сейчас все эти презентации можно в интернете найти 100 презентации компании которые смогли поднять сид раунд как пример да там есть разные стили есть более инновационный стиль такой более такую продать идею мечту есть более консервативный стиль когда больше цифр больше текста такой как книжка есть такая презентация как книга которая детально говорит вот что мы собираемся делать вот куда мы идем вот с чем мы идем вот какая возможность для вас мы построим вот такую вещь и для инвестора сразу все становится понятно поэтому пожалуйста поднимаете вот какой вы думали не если вы думать это достаточный стандарт недостаточно если вы сами это не умеете я всегда говорю что excel и powerpoint это два базовых навыках каждого предпринимателя если если предприниматель не умеет пользоваться экселем не умеет пользоваться powerpoint там это огромная проблема да но если вы не можете найдите кого-то кто может сиди закройте себя в одну комнату попытайтесь донести то что внутри вас переложить эту на бумагу потому что так работает так работают инвесторы они смотрят вот эти документы и они здесь сразу принимают решение соответственно вот ваша задача создать финансовую модель создать тизер и потом еще есть четвертый документ для внутреннего использования вы создаете кеп тэйбл это структура капитализации компании где есть вот вы как основатель у кого сколько процент доли и как будет после раунда и как будет дальнейшем если будет раунд а b c и так далее соответственно вы должны знать примерно ну если вы знаете например ваш бизнес-план вы знаете в какой момент сколько денег должно прийти вы знаете какая оценка может быть при каких достижений к этому моменту вы можете промоделировать что в конечном итоге например если вас трое основателя у вас там еще останется x x процент а средства вас должна быть идея капитализация потому что в этой же идеи заложена мотивация для инвесторов соответственно инвесторы которые дадут свои деньги будут в конечном итоге иметь какую-то долю процент которая должна превышать существенно их инвестиции в этой компании иначе они это делать не будут в ваш единственный товар который вы хотите продать вы не можете продать ничего кроме своих акций доли своей компании соответственно вы когда входите в инвестиционный цикл вы торгуете акциями своей компании и вы market maker вы биржа вы как человек становитесь рынком вокруг которого и бывают такие market maker и которые создают такой сумасшедший спрос что люди там с ума сходят люди начинают в отпуск приезжать где он находится у меня такое было инвестор приезжали вы выискивали меня потому что был больше спроса чем предложение и люди начинают и оценку повышать и люди начинают торговаться лучше условия давать и так далее тогда вы делаете рынок я видел это много-много раз когда люди не создают рынок они не создали просто открыли какую-то лавочку прошло 3-4 человека и делают пожизненные выводы что там денег нет рынок поломок и так далее окей если сделали первый пакет финансовая модель тизер презентация потом кеп тэйбл есть еще один важный документ который для этого процесса это ваш можно очень по-разному это делать я обычно использую salesforce либо excel of скую таблицу но это ваш трекинг лист трекинг лист всего этого процесса это очень важно многие не делать многие это делают как-то ну как любое управление любым проектом я люблю очень жестко управлять проектом системно но вот трекинг лист выглядит очень просто вы пишете ваши таргет и кого вы хотели бы у кого вы думаете вы сможете привлечь эти инвестиции и потом у вас есть там их контактные данные или какие-то все что вся информация необходима и потом есть такое некий процесс как пройдет если пойдет идеально до соответственно и вы вы потом ведете там галочки кто где находится вы в любой момент видите весь свой фанал этот просто типичная схема продаж от пылесосы так продаются и сайты и раунды инвестиции market making происходит точно так да соответственно если здесь там написан какой-то человек может быть частный человек например игорь и боков соответственно здесь сначала вы должны как бы его квалифицировать сейчас отдельно проговорю про все потом выслать информацию добиться встречи провести встречу провести переговоры договориться о чем-то да гоу потом подписать документы получить деньги я как быть слишком часто вижу основатели которые находятся в раунде финансирования прошу их открыть свой фанал или я прошу их открыть свой excel of ski файл или где они ведут этот проект и они говорят его нет соответственно ну это полный фэйл это полное неуважение потому что очень вы хотите вы вы должны давить весь процесс потому что я видел не знаю сколько раз я видел когда не происходит на каком-то этапе загвоздка не приходит ответ и ты просто делаешь follow up follow up так как бы спрашиваешь и потом происходит успех и если бы ты не подавил потому что иногда у этих людей может просто email утонул или нет не дай бог ватсапе ты что-то написал да это может просто утонуть ты можешь выпасть у них тебя у них нет в сейлсфорсе ты должен работать так как бы мне очень я очень долго работал векса этого очень простая таблица это просто таблица управления процессом и вот здесь должно произойти максимально обычно я добавляю комментарии и какой-то фидбэк важная информация если с кем-то созвонился пишу если мы договорились что какой-то дать им какой-то станет у нас инвестиционный комитет в эту дату мы дадим тебе ответ я записываю себе 16 1 получить ответ вечером я пишу вы у вас сегодня был кондиционный комитет есть какие-то новости так далее так далее всегда вот нету про здесь должно быть все абсолютно каждое взаимодействие со всей базой данных которые вы будете обрабатывать должно заходить этот файл должен вестись очень профессионально вы должны его ежедневно утром и вечером проходить чтобы видеть те действия это основа всех действий чем больше действий тем лучше это ваш маркет-мейкин вот здесь и происходит а ваша биржа это и есть ваша биржа да и какие-то процессы будут заканчиваться x а вот типа после переговоров приняли решение что нет так и здесь вы все делаете красным и у вас постепенно будет все краснеть где-то будет желтый свет где-то зеленый я всегда использую светофор и вы таким образом расставляете приоритеты очень важно приоритет им сортировка идет здесь у вас всегда по вероятности происходит сортировка этот файл очень живой он двигается он весь процесс двигается поэтому соответственно должен быть трекинг лист и если у вас есть кофаундер и вы с ними делитесь каждую неделю чекпоинт каждую неделю должен быть чекпоинт где вы обсуждаете где вы находитесь где есть у кого какие контакты и тогда вопрос теперь важная тема первый пункт здесь мы еще отдельно обсудим что когда вы принимаете деньги на стадии основателей и стадии друзей фамилии и как бы там фулст обязательно уже иметь какие-то договоренности потому что часто это происходит немножко неформально но моя моя рекомендация это всегда вести кеп тэйбл кому что и в принципе уже писать документы но есть очень удобные инструменты как например конвертируемый займ который можно очень удобно принимать деньги их потом конвертировать с дисконтом к сит раунду которую вы сделаете даст самый удобный инструмент который конвертируемый займ более но есть еще более удобные в америке но в россии это самый удобный чтобы принимать много денег и не торговаться с ними потому что вы говорите профессиональные инвесторы уже потом поторгуются вы получаете то же самое только цена акции будет немножко дешевле это очень справедливая схема для друзей и так далее тогда есть документ конвертируемый займа в котором есть прописаны это будет в отдельном видео и потому что это большая тема как вообще составляются акционерные соглашения какие там есть правила и какие есть важные очень вещи и как это все происходит но опять профессионализм это все известно стандарты есть темплейты есть как это делать известно получить эту информацию у других кто это уже прошел можно поэтому например когда я первый раз своей жизни делать этот процесс я просто позвонил своему другу который год до этого прошел и он не выслал свои документы и я полностью использовал его документы как основу что такие документы у юристов могут стоить до 20000 долларов соответственно это показывает порядок потому что когда приходят инвесторы если они видят что там до этого какой-то бардак и какие-то обещания непрозрачные каких-то документов нет это будет вызывать какой-то там либо вопросы либо это будет устраняться но вы всегда будете проходить процесс дюдилиженса который в раскроет все что вы наделали вот в этой если вы планируете работать с внешними деньгами должен быть порядок с первого дня очень высокие стандарты не только этих документов а всего корпорта гавернется всего документа оборот от качества этого списка зависит шанс на успех всего процесса поэтому как не делать я вот сразу скажу как не делать как делают очень многие к сожалению вот начинающие неопытные предприниматели они думают очень просто они думают мне нужны деньги у кого есть деньги и приходят к людям у кого есть деньги и просят деньги у тебя есть у меня нету давай это это не это просто не срабатывает что здесь просто если просто возьмете всех людей у кого есть деньги случайно мы просто есть деньги да и вы к ним пойдете вы успеете за три месяца максимум если вы очень 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 большие молодцы 100 человек то но у вас вероятность хлопывания вы как market maker да вы пошли просто случайную выборку людей с деньгами и вот ко мне я каждый день получаю письма такие оскар не надо купить корову корова дает столько молока вот это будет супер прибыльно я буду по абсолютно не по адресу вот просто абсолютно попу и потом я боюсь что она наверно так шесть раз сделала и потом похоронила свою идею купить корову потому что пошла типа у тебя есть у меня нет давай купим коров но это как бы ультрированное конечно то же самое происходит очень очень часто когда есть люди у которых интерес с явно выражен там в недвижимости к ним приходят люди предлагают роботы для сборка урожая но это просто не не срабатывает до соответственно вот ваша опять в этот в трекинг я говорю вот в эти документы тысяч часов работ и скорее всего в трекинг лист тоже тысячи часов работ от качества трекинг листа зависит все вот это как раз можно даже подготовительная работа здесь чтобы когда уже га уже поехали да но просто сейчас мир очень открыт люди коммуницируют свои интер интересы в интервью в разных сайтах можно узнать есть этап квалификации вы знаете что у вас только 100 выстрелов это все что есть ну как бы можно больше принципе я видел и 300 но хорошо 300 300 300 выстрелов если вы самый гиперактивный из всех кого я когда-либо видел все что есть 300 надо выбрать надо квалифицировать их чтобы там не было просто от прям этого иначе вас будет файл в котором икс самый в самом начале просто нет 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 случались не в те двери соответственно происходит это то что тоже делает инвестиционный банк если вы найдете инвестиционный банк он поймет что вы вообще собираетесь делать и он первую он скажет вот этот фонд вот этот фонд есть фонд который занимается только услугами вокруг дома это их специализация специализация они только этим занимаются если вы делаете услугу какой-то там платформу которая позволяет владельцам там квартир что-то делать значит вы по адресу к ним вы будете стучаться это очень большой процесс квалифицируем соответственно пишем прям в трекинг лист почему пишем прямо у инвестора почему этот инвестор трекинг лист почему туда попал по размеру это подходит подходит по теме это подходит поток где он выразил иногда это очень открытая информация иногда это достаточно скрытая информация иногда нужно позвонить инвестиционный банк я тоже так делаю иногда если меня сомнения я звоню людям узнаю как может быть ну да может быть нет может быть связи с квалификация все это записывается и конечно все это используется и здесь если вы теперь вложили много своих сил и времени и у вас правильный трекинг лист теперь у вас происходят правильные подходы когда вы подходите к человеку и и не говорите у тебя есть деньги у меня нет давай вот карта а вы говорите ему на одном языке я прочитал вот в этой статье ты сказал это вот в моем видении я тоже так вижу мы смотрим в одну сторону мы на самом деле соподвижники вот вы на своем сайте написали что для вас вот это это важно это все у нас есть мы строим это и вы уже выгод вы опять посылаете сигнал человеку что вы потратили время вы профессионал вы не тратите его время зря вы очень много узнали это у просто базовое уважение иногда я удивляюсь почему люди так не уважают потому что люди иногда думают что процесс инвестирования это как съем девочек на пляже просто типа подошел как-нибудь мяч бросил в лицо главное чтобы заметила к сожалению в инвестиционных раундах так не работает это это не съем девочек на пляже это серьезный процесс люди хотят чтобы к ним относились с уважением соответственно да это в конечном итоге есть похожие вещи как в отпуске найти себе принцессу да но уровень активности уверенность ясность все то же самое но в конечном итоге вы должны отражать профессионализм да это очень важно вы работаете с внешними деньгами если не хотите если вы хотите быть вот таким предпринимателем которых все пофиг предприниматель значит вы не должны работать с внешними деньгами вот соответственно квалифицировали очень про каждого человека знаем если бывает что не знаем действительно есть вопрос ну как бы невозможно было выяснить есть такие фонды у которых на сайте просто там логотип и типа мы любим предпринимательство да или что-то такое соответственно пытаемся найти статьи пытаемся накопать информацию research research если не нашли и никого но можно поставить приоритет 3 и типа ну попробовать да там то же самое что касается это первый блок до квалифа надо выбирать себе кому кому ты приходишь вот мы например проверяем еще это люди с которым мы хотели бы работать или нет мы проверяем какой ценностную сходку то что для меня очень важно кого я пускаю свой кеп тэбл поэтому у меня есть обязательный пункт там integrity чек чек интегральность человека насколько он хороший партнер для нас поэтому это очень первые основы основ то которая позволяет очень мощно пройтись потом второе второе это выход на этих людей когда мы сделали все очень мы знаем что вот например макс так там логинов любит сервисы вокруг дома он этим занимается на то он же сделал 10 инвестиций таких моя инвестиция не конфликтует ни с кем из портфеля кстати очень часто тоже люди идут туда где уже такая инвестиция есть они идут просто высылают меня всегда удивляет высылают все материалы свои инвестору который сидит в конкуренте типа ну ты же вложил такую же было понимаете ребята просто базовые ошибки которые просто происходят к сожалению не не сделали исследований иногда не знают даже не знали что оказывается этот инвестор уже вложил соответственно если мы хорошо если мы всю работу хорошо сделали здравый смысл да как мы выходим на этого человека мы все про него знаем самый лучший вариант номер один если есть человек который может нас вести это introduction нет ничего мощнее нет ничего с чем инвесторы работают лучше потому что им нужно именно чтобы кто-то кто знает на на кто-то знает вас сказал максим смотри артем смотрит в ту же сторону как ты я его знаю 10 лет мы вместе гребли занимались он приходил первый уходил последний этот человек отморозок он будет работать до конца рекомендую с ним работать максим с вероятностью 90 процент как-то он как минимум в игнор это не поставит он как-то точно ответить но может быть даже выше 90 до по моему опыту это сам и поэтому уходит очень много время найти общих знакомых потому что иногда мы не знаем что они есть но они очень часто есть там где мы даже не думали поэтому то тоже research кто может сделать квалифицированный контакт чем ближе тем лучше чем чем больше человек про тебя знает тем лучше но иногда даже легкое со второе но это с это как бы это самый действенный 2 если мы имеем личные контакты нашли их тратим на это время потому что очень часто можно найти эту информацию личный email потому что самое то что работает лучше всего это однозначно email личный email именно конкретного партнера в конкретном фонде или конкретного бизнеса здесь должно потом происходит письмо первое письмо либо можно делать звонки но инвестициях очень редко делаются звонки опять только если знакомы может позвонить обычно перед тем как знакомит он позвонит как максим уже есть такой артем просит introduction тебе вообще это интересно он говорит а там разрешает квалифицировать квалификация происходит но если есть квалифицированный можно делать первое письмо куда вкладывается тизер в основном до тизер соответственно это второй способ который тоже может достаточно хорошо работать но если всего этого нет можно там колд а соответственно то то что имеет процент меньше 1 процента шанс зона низких вероятности но иногда срабатывает да там просто пишешь на какой-то инфо собака фонд 1 ком и там кто-то отвечает да действительно нам это интересно и так далее можно пытаться еще на мероприятие ходить где эти люди могут быть пытаться как-то создать ощущение да там что был какой-то контакт вот у меня такой лайфхак был один основатель который ходил на все конференции потом на конференциях собирал все данные всех кто там был инвесторов а так как люди знакомятся с огромным количеством людей на конференциях он просто всем писал потом что привет мы познакомились там на конференции но вот я как бы обещал прислать документы и люди на таких конференциях знакомятся с там 100 человек и они думают наверное с ним знакомился просто не помню соответственно это уже не совсем это как уйти из одного процента в пять процентов конечно может кто-то ответит я тебя не знаю мы с тобой не знакомились ну это это риск так как ущерб низкий соответственно мы хотим максимально к вот если нету хотя бы 20 человек из 100 должны быть introduction иначе у тебя ну слишком низкая вероятность в твоем в твоем трекинг-листы заложено некий потенциал потенциал должен там в десятки раз превышать верой ну сумма всех вероятности должно быть в 10 раз больше чем 100 процентов и потом ты пытаешься из этого тебе надо создать больше спроса чем только если даже больше спроса чем предложения ты сможешь сделать быстрый процесс из заставить всех достаточно быстро все закрыто поэтому вот 20 должно быть таких квалифицированных с introduction а потом можно еще где-то там 50 вот таких и остальные там cold можно хоть до 300 но ну как бы опять средний фонд получает тысячу презентации на инфоэт и в основном с этим не работают